Колумбия Пикчерс Корпорейшн Глена Форда, Глорио Грэхм и Бродерика Крофорда в фильме «Страсть человеческая». В фильме также снимались Эдгар Бьюканон, Кэтлин Кейс, Пегги Мэйли и другие. Автор сценария Альфред Хейс по мотивам романа Эмилия Золя. Композитор Дэниел Амфитеатров. Продюсер Льюис Речмелл. Режиссер-постановщик Фридс Ланг. Композитор Дэниел Амфит. Режиссер-постановщик Фридс Кахтен. Они впервые. Продолжение следует... 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 Уэнс? Почему ты подумал о нём? У него много друзей среди высокопоставленных чиновников в железной дороге. Твоя мать работала на него. Она была кухаркой или вроде того. Она была домоправительницей. Почему бы тебе не поговорить с ним? Нужна помощь кого-то влиятельного. Но я не могу появиться в его офисе и просить его о помощи. Почему нет? Влиятельные люди привыкли к этому. Ты мне сказала однажды, что нравишься ему. Если он замолвит за меня словечко, его мнение примут во внимание? Я знаю, что не должен был раздражать Торстона. Но ты меня знаешь. Если есть что-то, чего я не выношу, так это когда меня пытаются унизить. Давай, малышка. Позвони ему. Скажи ему, что мы едем в город, и тебе хотелось бы поговорить с ним минуту. Я бы предпочла не делать этого. Почему нет? Что плохого в том, чтобы помочь своему мужу? Давай, малышка. Что скажешь? Ладно, забудь. Ладно, забудь. Ты уверен, что хочешь, чтобы я ему позвонил? Я не просил бы тебя, если бы было другое средство. Но мне не к кому обратиться. Хорошо, я позвоню ему. Междугородный звонок, пожалуйста. Отъезжаем. Вики, расскажи Оуэнсу все в точности, что произошло о товарах. Что я не виноват, что виноват Торстон. Ты запомнишь, да? Я запомню. Пожалуй, я должен пойти с тобой объяснить Оуэнсу, что произошло. Я могу объяснить все, что нужно объяснить. Ладно. Ты позвонила, Джоан? Да, она нам оставила свою квартиру. Ты можешь ждать меня там. Хорошо. КОНЕЦ Миссис Бакли, мы очень давно не виделись. Мистер Оуэнс здесь? Он вас ждет. Миссис Бакли, мистер Оуэнс. Пусть проходит. Проходите. Как ты, Вики? После замужества ты немного поправилась. Скажи мне, что привело тебя сюда? Каждый день мне все труднее быть красивой. Застегни мне молнию, пожалуйста. Женщина. Проводит кучу времени, одеваясь. Это необходимо. Лучше казаться красивой, чем умной. Все мужчины, которых я знаю, имеют глаза, но у них одного нет мозга. Вики задерживается. Она не чувствует времени, ты же знаешь. Всегда так было. И уже 18.30. Для женатых это поздно. Для холостых рано. Так, ну и как я тебе? Хорошо, хорошо. Ты продолжаешь встречаться с этим Гарри, или как его там звали? Он женился на другой. С тех пор я ничего не хочу знать о нем. Так что я нашла другого парня. Он удивительный. Единственное, плохо, что я много моложе его. Но это компенсирует то, что он гораздо богаче. Скажи Вике, что я не могла подождать. И закройте дверь, когда уйдете. Да, да, закроем. И хватит беспокоиться. Все мы одинаковые. Только лица разные для того, чтобы мы могли узнавать друг друга. Уверяю тебя, это так. До скорого. Я беспокоился. Что случилось? Ничего. Ты должен был знать. Думаешь, что я потерялась? Не знал, что и думать. Что случилось? Что с моей работой? Ты уже восстановлен. Оуэнс позвонил директору, и все уже улажено. Ты удовлетворен? Я знал, что ты этого добьешься. Я встретилась с Оуэнсом вовремя. Этой ночью он уезжает в Чикаго. Иди сюда. Нет, Карл. Жарко. Я устала. Я пойду в душ. Знаешь, мне хотелось бы видеть лицо Торстена, когда ему сообщат. Он станет пунцового цвета. Дорогой, в следующий раз. Не ссорься с ним. Да, ясное дело. Скоро я займу его пост. Ты мне говорил только лишь о своей работе. Ты недоволен? Конечно, доволен. Вики, ты отсутствовал пять часов. Такой занятой человек, как Оуэнс, требует много времени. У него много встреч, и он сильно опоздал, застряв у Роджера. Я позвонил в офис, но вас там не было. Когда? Около половины четвертого. Мы вышли выпить по рюмочке. Куда? В бар. Почему ты мне не позвонила? Знаешь, ведь я беспокоился. Мне нечего было сообщать. Я же тебе сказал, что Оуэнс все уладит. Ты мне это сказала? Я думал, что ему не нравится делать одолжение. Не будем это обсуждать. Ты хотел свою работу. Ты ее получил. Я не могла попросить его и тут же убежать. Этот бар. Как он называется? Он в центре. Не знаю, как он называется. Вы разговаривали три часа? Да. Должно быть, у него есть лишнее время, чтобы тратить его впустую. Он так занят, но при этом может гулять с тобой три часа подряд. И о чем же таком важном вы говорили? О прошлом. О прошлом? Три часа? Я думала не о часах, а только о том, как вернуть твою работу. И он с удовольствием помог тебе? Ты поблагодарила его? Конечно. Как? Что ты хочешь сказать? Он не пригласил тебя в свою квартиру выпить? Разумеется, мы пили шампанское, бутылку за бутылкой. У него перед камином лежит медвежья шкура, и мы провалялись там весь вечер. Не хочешь прекратить говорить глупости и дать мне принять душ? Извини за мою ревность, но я тебя слишком люблю. Не трогай меня, все вы одинаковы. Все? Все? Что произошло этим вечером? Он был рад мне помочь? Сейчас я знаю почему. Сейчас мне все ясно. Он богат, у него есть все. Мне же достались остатки. Я взял себе то, чего не хотел он. Уже замужний, ты продолжала его видеть. Нет, я больше его не видела. И не увидела бы его сегодня, если бы ты меня не умолял. Ты принимаешь меня за идиота? Признайся, что ты его любовница. Признайся, или я тебя убью. Да, это правда, не бей меня. Вставай. Вставай. Ты сказал мне, что он уезжает в Чикаго. Карл, пожалуйста. Давай, пиши то, что я тебе скажу. Ну же. Как ты его зовешь? Любовь моя, дорогой? Карл, пиши. Мистер Джон Оуэнс, письмо для мистера Оуэнса. Мистер Оуэнс, это я. Дорогой, мой муж остается этой ночью в городе. Я приду в твое купе, как только отойдет поезд. Люблю тебя, Вики. Мистер Оуэнс, это я. Раз. Да. У тебя есть местечко для меня? Да, мы идем почти пустыми. Первый путь. Я скажу тебе, где ты можешь расположиться. Спасибо. 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 КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Зачем ты взял его деньги? Чтобы думали, что это ограбление. Он носил много лишних денег. Не беспокойся, его там нет. Сажги это письмо Карлу. Пожалуйста. Хочешь, чтобы я его сжег? Ты и я будем жить так, как будто бы ничего не произошло. Как, Карл? Оуэнс был только помехой, которую я убрал с дороги. Если ты не сожжешь письмо, мы расстанемся навсегда. Нет, это письмо удержит нас вместе. В твоей жизни не будет больше никого, никого кроме меня. Джефф? Достопочтенный господин. Завтра готов. И я тоже. Какая красивая. Кто тебе это подарил? Друг. Ты кажешься гейшей из чайного дома восходящей луны? Хочешь яиц, Джефф? Только кофе. Я позавтракаю в поезде. Где Алек? В депо. Приготовьте тосты, мадам Баттерфляй. Ты много успел в городе? Ничего важного. Знаешь жену Бакли? Вики? Ее так зовут. Она очень красивая. Ты ее знаешь? Мне представил ее Карл этим утром. Она работала на станции в городе, в газетном киоске. Там Карл с ней познакомился. Она слишком молода, чтобы быть женой Бакли. Тебя очень занимает то, что она молода? Нет, мне все равно. Как они ладят? Даже если ей плохо, она это хорошо скрывает. Ты не спишь, а я шел к тебе будить. Ты приехал в четвертом? Да. А что? Дело дрянь. Почеши мне спину, Эллен. Нашли убитого мужчину. Только что сообщили. Дальше, левее. Убийство? Его убили в личном купе. Его нашел проводник. Знаешь, кто это был? Его звали Оуэнс. Полиция обыскала состав сверху донизу. Хватит. Это нанесет вред компании. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Его должны были убить, пока ты был в поезде. Что, юбки теперь стали еще короче? Ну вот, почему вы никогда не пришиваете мне пуговицы на рубашке? Что бы вы делали, если бы не было женщин, которые пришивали бы вам пуговицы? Если бы не было женщин, вы бы ходили голыми. Тело Оуэна нашли в купе F, вагона 842. Купе J и E с обеих сторон были свободны. Судя по времени смерти, подтвержденным вскрытием, нас особенно интересуют часы перед полуночью. Ограбление и убийство случились примерно в это время. Каков род ваших занятий? Кондуктор. Кондуктор. Сколько раз вы проходили по коридору вагона 842? Он находится в конце поезда. Я хожу очень часто. Вспомните, видели вы кого-то в этом коридоре? Или следующим, Джеффа Уоррена. Он был в коридоре вагона 843. Он возвращался домой. Он попросил меня напомнить раз субкондуктору, что ждет, когда тот скажет, где ему лечь. Мистер Уоррен, сколько времени вы были в коридоре вагона 843? Около 20 минут. Можете назвать точное время? Я не уверен, но между полуперового и часом. В течение этого времени кто-нибудь выходил из вагона Оуэнса? Да. Кто? Во-первых, кондуктор. Кто-то еще? Пара пассажиров. Вы узнали бы их снова? Возможно. Начнем с вагона, где был Оуэнс. Пассажиры, которые занимали вагон 842, пожалуйста, встаньте. Кто-нибудь из них, мистер Уоррен? Кто-нибудь из них входил или выходил, пока вы были в вагоне 843? Нет. Можете сесть. Сейчас те, кто был в следующем вагоне 843, встаньте, пожалуйста. Кто-нибудь из них, мистер Уоррен? Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь из этих людей входил или выходил из вагона 843? Нет. Никто из них. Это нанесет вред компании, убитой неизвестным или неизвестными. Мы изучаем список пассажиров на случай, если кто-то уже привлекался раньше. Думаете, это был грабитель? Может быть. А часы? Это была бы хорошая улика. Грабитель сделал глупость. Его очень просто опознать. Это твое дело. Нанесем большую ответственность перед людьми. Уверен, я это знаю. Если Оуэнс хотел, чтобы его убили, почему он не полетел самолетом? Привет, Бакли. Привет, Уоррен. Рюмочку? Нет, нет. Я приглашаю. Я выпью то же самое. И принесите Уоррену, что хочет. Пиво. На этот раз сделай двойной. Вижу, что вы очень молчаливы сегодня вечером, миссис Бакли. Миссис Бакли? Не будь таким церемонным. Зови ее Вики. За нас. Извините. Не хотите потанцевать со мной? Отвали. Я только спросил вашу жену, не хочет ли она потанцевать, а я говорю, чтобы вы убирались. Хватит уже. Она что, легкая на съем? Ты об этом думаешь? Карл. Успокойтесь. Уходите отсюда. Я должен был бы разбить ему рожу. Тебе не кажется, что ты уже достаточно выпил? Меня не волнует, когда мои друзья танцуют с Вики. Но не с первым же вошедшим. Я провожу тебя домой. Погоди, погоди, дай допить. Идем. Иду. Думаю, что я смогу с ним справиться. Давай, я отведу тебя в кровать. Я могу лечь сам. Я не могу лечь. Завтра у него будет ужасное похмелье. Завтра у него будет ужасное. А сейчас меня заставляет нервничать тишина. Думаю, вы должны мне кое-что объяснить. Вы про ту ночь в поезде? Я должна была сказать вам, что я замужем. Да? Когда я вас увидел, вы выходили из вагона, где убили Оуэнса. Вы же не думаете, что я как-то причастна к этому? Не знаю. Что вы там делали? Оуэнс был старым другом моей семьи. Благодаря его помощи Карла восстановили на работе. Я хотела сказать ему спасибо. Я оставила Карла спящим в нашем купе и пошла к Оуэнсу. Продолжайте. Он был мертв, когда я вошла. Это было ужасно. Вы нашли его мертвым и убежали из вагона? Почему вы не позвали проводника или контролера? Я была напугана. Нет. Ну а когда меня встретили? Я не хотела вмешиваться в это. И не могла никому сказать. Вы не сказали даже мужу? Не могла. Почему? Вы не знаете, какова моя жизнь. Не знаете моего мужа. Я знаю Карла достаточно хорошо. Никто его не знает. Только я. Я не могла сказать ему, что была в купе Оуэнса. Не могла. Он мог что-то заподозрить. Не знаю, что бы он сделал. Карл? Он человек очень мирный. Когда он ревнует, он ужасен. И вы видели, как он бросился на того человека, который пригласил меня танцевать? Карл много старше меня. Возможно, в этом дело. Мне очень жаль его, но... Он сделал мне такое, о чем я не могу не сказать. Я никому никогда этого не рассказывала. Но я не могу больше держать это в себе. Я должна рассказать это кому-то. И я никогда тебя не поблагодарю за то, что ты не выдал меня наследствие. И я не думаю, что ты не будешь делать. Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Он холодный. Что с тобой происходит? Каждый раз, когда я хочу дотронуться, до тебя ты находишь отговорку. Вики, так не можем продолжаться. Мы женаты, у нас жизнь впереди. Почему всё не может быть как прежде? Потому что каждый раз, когда ты меня касаешься, я подставляю тебя в купе с ножом в руке. Думаешь, я могу забыть это? Ты его убил. Этого недостаточно? Да, так должно быть. Не знаю, стоило ли поздновато думать об этом. Было бы лучше, если бы я ничего не знал о вашей связи. Вики, я люблю тебя. Думаешь, я смогу жить, не трогая тебя? Но так будет. Я одинок. Я люблю тебя. Слишком поздно. Если бы ты меня любила, было бы не так. Если бы ты меня любил, ты бы сжёг это письмо. Я ничего не значу для тебя. Это письмо единственное, что тебя волнует. Если ты хочешь так, будет так. Раз ты не моя, пока у меня письмо, ты не будешь ничьей. Я люблю тебя. 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 Можно мистера Уоррена, пожалуйста? Когда у него ночной рейс, я едва его вижу. А когда рейса нет, он приходит домой, быстро ест и уходит в Бардаган играть в карты. А когда он пьян, почему ты вышла за него? Он часто ходил мимо табачного киоска, где я работала. Он казался мне всегда таким любезным. Казался большим, солидным и достойным. То, чего я желала больше всего в мире. Достойного человека. Мужчины никогда не бывают такими, какими кажутся. То же самое говорят о женщинах. Конечно. Всё это слишком сложно. Мы сами всё усложняем. Я хотела домашнего очага. Хотела принадлежать кому-то. Это нелегко для девушки переходить с работы на работу. Когда мы поженились, я почувствовала себя немного несчастной. Но я думала, что это не так важно. Ни одна женщина несчастлива. Даже если изображает обратное. Это неправда. Всё равно. Для меня это было неважно. Меня коробило, когда он меня трогал. Но сейчас я просто не могу. Я как будто замёрзла изнутри. Плохо так чувствовать. Не знаю, что делать, когда мы вместе в комнате. Я чувствую себя потерянной. Одинокой. Думаю, что я ничего не стою ни как женщина, ни как жена. Правда? Все совершают ошибки. Ошибки в работе, в браке. В армии я знавал многих, кто был счастлив вдали от дома. Чувство такое странное. Какое? Быть окружённой смертью. Как это происходит у солдат на войне. Там почти никто не думает о смерти. Слишком холодно. Ты голоден. И хочешь спать. Смерть превращается во что-то второстепенное. Это трудно убить человека? Я хочу сказать для солдата. За это дают медали. А что? Я только спросила. Может быть, из-за трупа в поезде? Нет, это не трудно, Вики. Это самое простое в мире. У тебя всё кажется лёгким. Беседа становится слишком грустной. Извини. Это моя вина. МИМИМИМИМИМИМИ ВИМИМИКИ Продолжение следует... Должно быть какое-то место, куда мы можем уехать. Мне столько нужно сказать тебе. Я поищу какое-нибудь место. В пятницу я поеду в город. Где ты остановишься? В квартире одной подруги. Хочешь, чтобы мы там увиделись? Конечно, хочу. Должение следует... Джефф! Могу подняться? Ты не боишься запачкаться? Спасибо. Я продаю билеты на танец Содружества. Два доллара, пожалуйста. Да. Так. Берите. Спасибо. Мне хотелось бы поехать с тобой. Мой отец увез меня с собой однажды, когда я была маленькой. Это был паровоз. Я играла в машиниста. Свистела в свисток? Да. Но поднимался такой шум, что я начинала плакать. Сейчас я так не делаю. Что не делаешь? Не плачу. Проверим, правда ли это? Нет, пожалуйста. Джефф, что? Кого ты пригласишь на танец? Еще не знаю. Она очень красивая. Кто? Миссис Бакли. Откуда ты о ней знаешь? Интуиция. И дюжина звонков по телефону. Ты влюблен в нее? Это очень личный вопрос. Я это знаю. Это так? Он все еще личный. Она оставит своего мужа? Я еще не спрашивал об этом. Когда ты это сделаешь? Тебе это не нравится? Не забудь о танцах. Там ты решишься. На что? Видишь? Я же сказал тебе, что я не плачу. Все, что я не могу. Продолжение следует... 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 Они уволили Карла. Он продал дом, и завтра мы уезжаем. Он сказал, чтобы я ехала с ним. Ты никуда не поедешь. Я тебе не позволю. Я не хочу уезжать. Но у меня нет выбора. Пока у него это письмо. Я еще его повсюду и не нахожу. Он носит его с собой. Он не пойдет в полицию. Они поймут, кто совершил преступление. Ты не понимаешь. Он полусумасшедший. Он способен на все. Ты хочешь это письмо? Я тебе его принесу. Если он узнает о нашей связи, он убьет меня. Тогда что же ты хочешь делать? А что еще остается? Прощаться? Я уезжаю с Карлом. И когда я не смогу больше терпеть, я... Это не ответ. Ты меня забудешь. Нет. Это бесполезно. Наша связь не могла бы продолжаться, даже если бы я осталась здесь. Нет, Вики. Ты мне говори так. Как это не горько, но это так. Мы не рождены для счастья. Для тебя это будет не так трудно. По крайней мере, ты свободен. Если бы я узнал о тебе раньше, все было бы иначе. Но сейчас уже поздно. Всегда слишком поздно. Это не так. Еще не поздно. Если бы нам повезло, и с Карлом произошел бы несчастный случай с поездом. Где он сейчас? Как всегда. В баре Даггана. В баре Даггана. В баре Даггана. Продолжение следует... 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 Пошел в кармане у Карла. Пошел в кармане. Пошел в кармане. Пошел в кармане. Пошел в кармане. Я нуждаюсь в тебе. Я сделаю все, что ты хочешь. И я не буду больше говорить об Оуэнсе. Вики, я верну тебе письмо. У тебя его уже нет. У тебя уже ничего нет. Ты потерял меня, свою работу, письмо, все. Это Уоррен. Ты уходишь к нему, правда? Я ухожу одна. Ты не уйдешь одна. Не такая, как ты, Вики. Я оконченный человек. Я потерял все. Тогда как Уоррен молод. Поэтому ты уходишь с ним. О чем ты? Как ты можешь что-то понять, если ты пьян? Я все понимаю. Я все прекрасно понимаю. Что ты понимаешь? Ты считаешь себя очень умным? Посмотрим, поймешь ли ты это. Я влюблена в Джеффа, а он меня бросил. И знаешь почему? Потому что я попросила его убить тебя, а он не смог этого сделать. Ты никогда меня не знал. Не пытался меня понять. Я скажу тебе больше. Понятно, что между Оуэнсом и мной кое-что было. И было потому, что я хотела, чтобы это было. Я хотела жить в его прекрасном доме. И чтобы он отделался от своей жены. Но он не был так глуп, как ты. Он хорошо понимал, чего я ищу. И знаешь что? Я восхищалась им за это. Если бы я была мужчиной, я бы сделала то же, что и он. А сейчас убирайся отсюда и оставь меня в покое. Карл! 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 Карл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok